Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов и в сегодняшнем видео мы поговорим о такой важной вещи для новичков, как стратегии показов объявлений в Яндекс.Директ. И перед тем, как сесть писать видеоурок, я решил посмотреть, что же вообще выдает сам Яндекс по запросу стратегии показов объявлений в Яндекс.Директ. И здесь я пришел к очень неприятному выводу, что в принципе из всей выдачи более-менее свежая это только справка Яндекс.Директ, которая, слава богу, стала обновляться довольно часто. И, собственно, на которую я и рекомендую вам всегда ссылаться или вообще читать только ее, потому что в интернете есть очень много всяких разных статей и прочего по всем темам Яндекс.Директа. Но всегда самый основной пруф, то есть доказательный материал, всегда вы найдете только в справке Яндекс.Директа. Остальные статьи, которые вы можете почитать в Яндексе по запросу стратегии Яндекс.Директ, относятся обычно к 2013-2014 годам. То есть вообще теоретически новых материалов по стратегиям, к сожалению, нет. Ну и перед тем, как мы начнем говорить уже о самих стратегиях Яндекс.Директа, я хочу сказать очень важный момент, что, во-первых, на позицию показа объявления в поиске влияет установленная цена за клик на ключевую фразу, на какую-то определенную. Если вы выставляете какую-то очень низкую цену за клик, то попасть в спецразмещение будет все равно крайне тяжело, вне зависимости от того, какую стратегию вы выберете. Дальше. Никакая стратегия не гарантирует размещение на какой-то конкретной позиции. Если у вас указанной цены за клик, опять же, не хватает, то вас просто будут помещать ниже. Здесь без вариантов. Ровно так же, кстати, работают и бидеры. Бидеры – это системы автоматические управления ставок, их довольно много в интернете. И уже на 2016 год они не настолько актуальны, насколько были, например, актуальны в 2013 году, в 2014 году. Сейчас это все, в принципе, только реклама. Также очень важный момент. Если у вас в вашей рекламной кампании на поиске действительно большое количество ключевых слов и вместе с этим и объявлений, то ваша рекламная кампания выйдет намного быстрее в какие-то высокие позиции по поиску, если будет действительно большое количество показов и большое количество кликов по этим фразам. И еще один очень важный момент, который связан с автоматическими стратегиями и бидерами, что все ставки обновляются или загружаются в интерфейс Директа не чаще, чем раз в 15 минут. То есть обмануть автоматическую стратегию бидером сейчас невозможно. То есть нельзя установить какие-то бидеры и при этом ставить свою позицию выше, нежели чем автоматическая стратегия, которая, например, есть в Яндекс.Директе. Еще до выбора стратегии вам необходимо, первое, обдумать максимальную цену за клик для горячих, теплых, холодных рекламных кампаний. Скорее всего, рекламных кампаний у вас несколько. Одна из них, например, горячая, где вы выставляете большие цены, теплая, где вы выставляете цены поменьше, потому что там только теплые клиенты, околоцелевые, возможно, а возможно и целевые, но это нужно тестировать. И холодные клиенты – это те, которые чаще всего не будут у вас ничего заказывать, а ищут либо информацию о вашей теме, либо ищут вообще что-то стороннее. И, конечно же, очень важный момент, что вам необходимо максимальную цену за клик выставлять, исходя из вашего региона, потому что в Москве это цена, например, x2, а в регионах это x1. Обязательно нужно устанавливать дневной бюджет или лимит на день, потому что в 50 или 60% рекламных кампаний, которые я анализировал буквально за год, за прошедший, у них не установлен дневной бюджет. Это не есть хорошо, их лучше устанавливать. И обязательно надо не забыть выставить тайм-таргет или временной таргетинг, потому что если у вас есть лимиты на день, если вы правильно используете временной таргетинг, и у вас стоит грамотная цена за клик, то шанс того, что вы будете показываться именно в спецразмещении, на первой позиции и так далее, он возрастает многократно, вне зависимости от того, какую стратегию показов вы будете использовать. И еще небольшой ликбез, перед тем, как мы разберем до конца стратегии показов объявлений в Яндекс.Директ, нужно понимать, где нам нужно показываться. Во-первых, у нас есть два варианта, это Яндекс.Директ на поиске, это выдача Яндекса, и второй вариант – рекламная сеть Яндекса. Это блоки баннерной рекламы на различных сайтах. Там мы будем использовать одну единственную стратегию, поэтому сейчас мы полностью сконцентрируемся на поиске. На поиске у нас есть два основных блока. Это блок спецразмещения, и внизу у нас есть гарантия. Посередине у нас поисковая выдача SEO. Чаще всего в ваших самых основных запросах, там, где у вас сидят основные ваши клиенты, так называемые коммерческие запросы, вы увидите блок спецразмещения и три позиции. Первое спецразмещение, второе спецразмещение и вход спецразмещения. Понятное дело, что лучше всего показываться на первом месте. На сегодняшний момент, на 2016 год, при условии нового аукциона Яндекс.Директ 2.0, конечно же, лучше всего показываться на первом месте. Потому что в новом аукционе есть такая интересная вещь, называется охват аудитории, который на первом месте равен 100%. То есть вы будете показываться каждому первому. Если говорить про второе место, это минус 15% от первого спецразмещения. Это значит, что вы будете показываться только 85% аудитории. И последнее место, это 75% охват аудитории. Это третье спецразмещение. Естественно, все, что ниже, то есть в гарантии и так далее, там еще охват будет меньше. То есть у вас будет жесткая ротация. Вам это нужно обязательно понимать, потому что новый аукцион Яндекс.Директа предусматривает, что на третье спецразмещение может попасть, например, 2 или 3 человека. Просто вы показываетесь разным пользователям по-разному. Одному человеку показывается на третьем спецразмещении один человек, другому человеку с другой вероятностью, конечно. Но показывается другой человек, кроме первого спецразмещения. Там 100% вы будете показываться. Но и обычные места на первое спецразмещение самые дорогие. Поэтому и аукцион, кстати, так сильно изменился в ценниках. Если вы давно уже крутитесь в Яндекс.Директе, вы это видите. Также у нас есть блок гарантии. Первое место в гарантии, второе место в гарантии, в гарантию. И процент охвата аудитории или динамика, еще ее называют. Динамические показы и тому подобное. Чаще всего уже в самой гарантии на первом месте показываться, ну зачастую нет смысла. Потому что если человек пролистал такое огромное количество предложений, например, в 3 в спецразмещениях, потом SEO выдача, и внизу уже смотрят на блоки гарантии, там уже особо смысла показываться на первом месте в гарантии или первое место, как еще оно называется, уже нет. Поэтому уже есть смысл показываться просто вход в гарантию и все. Но опять же повторюсь, если вы хотите получать классный, крутой результат, хоть вы новичок, хоть вы профи, вы в любом случае будете выбирать спецразмещение. Чаще всего даже первое. Если говорить про какие-то опыты, то, конечно же, первое место всегда будет показывать лучший результат даже по сравнению с третьим местом. То есть у нас уже много раз мы тестировали, например, запускали два сайта. Первый сайт висит на первом месте, а второй сайт висит на третьем месте спецразмещения. В итоге все равно первый сайт получает в разы больше заказов и звонков. Бывает так, что это в два раза, бывает даже в три раза. Ну, чаще всего это, конечно, отличие где-то в 30-40%, но это, поверьте, очень много. При условии, что цена клика может не так сильно отличаться между первым местом и третьим местом. Поэтому давайте поставим за правило, что мы будем стараться попадать либо на первое место спецразмещения, второе место спецразмещения, либо третье спецразмещение, если у нас есть такая возможность. Если такой возможности нет, у нас не хватает максимальной цены клика, тестируем гарантию, третье место гарантии, где сейчас написано «купите септик». И если у нас нет результата с гарантией, то мы отключаем поисковую рекламную кампанию и используем только RSE. Теперь давайте разберемся, в чем смысл стратегий показов Яндекс.Директ. Ну, во-первых, система ставок в Яндекс.Директе – это робот. То есть он автоматизирует аукцион ставок. Вместо того, чтобы каждый раз, каждые 15 минут, которые обновляются аукцион в Яндекс.Директ, не вы ставили ставку, а уже ставил сам робот, применяются как раз эти стратегии. А как раз какие-то определенные фильтры заложены в самих стратегиях показов. Итак, первый фильтр – это установка ограничений на максимальные ставки. То есть вы можете поставить ограничение, в котором вы можете отрезать либо охват аудитории, и сказать, что мне достаточно, например, 30 рублей платить за клик, и тем самым мне не нужно 70% аудитории, мне достаточно 30% аудитории. При этом 30% аудитории показываются в спецразмещении. То есть вы можете выставить максимальную цену клика высокая, но при этом еще и лимит на день поставить поменьше. То есть есть некоторые хитрости, которыми нужно уметь лавировать. Ну, например, если вы относительно профи. Второе – это установка ограничений на место размещения. То есть вы можете лезть не на первое спецразмещение, а, например, на второе, третье спецразмещение с помощью определенной стратегии. Ну и также вы можете просто доверить все это, если вы не хотите в этом разбираться, автоматом, так называемой автоматической стратегии управления ставок. Ну, собственно, их три вида. Первое – это ручные стратегии управления ставками. Это про то, что я вначале сказал. Это легкая автоматизация, но при этом у вас есть полный контроль над всеми фильтрами. То есть вы можете каждую ставку выставлять индивидуально и делать некие фильтры. Второе – это автоматические стратегии управления ставками, где вы, к сожалению, имеете минимум возможности каких-то настроек, настроек, только изначальные какие-то настройки, но в процессе уже работы рекламной кампании вы практически не имеете никаких возможностей телодвижения. То есть вы не можете ничего изменить прямо на ходу. И третий вариант – это независимое управление для разных типов площадок. Это как раз специальная отдельная стратегия, которая используется для запуска RSI рекламных кампаний. Итак, начнем с ручных стратегий управления ставками. Первое – то, что нужно вам знать, что с появлением лимитов на день или дневного бюджета, как еще называется в Яндекс.Директ, автоматический способ продации объявлений стал чересчур излишним. То есть достаточно использовать ручные стратегии управления ставками и правильные фильтры. То есть вы делаете определенные настройки, и вы получаете очень хороший результат. Второе – есть очень важный момент, как искусственное повышение ставок. Так вот, в ручных стратегиях управления ставками, когда вы выставляете максимальную цену за клик, максимальный лимит на день и так далее, вы можете правильно уйти от искусственного повышения ставок. А сейчас действительно много людей пытаются играться с вашими роботами. То есть находится другой рекламодатель, который пытается заставить вас просто потратить больше денег. Причем есть так называемые скликивания, это одно дело. Другое дело Яндекс.Подпорки, Яндекс.Директ.Подпорки, которые помогают нехорошим, неправильным рекламодателям, которые пытаются искусственно как раз подбить, подпереть вашу ставку, из-за чего ваша ставка пытается автоматически зайти выше. В общем, в ручной стратегии управления ставками можно это все обойти довольно легко. При этом хочу заметить, что для этого не нужно делать какие-то супер настройки. Достаточно сделать стандартные. И даже сам Яндекс пишет, что ручные стратегии позволяют контролировать абсолютно все показатели и предлагают больше возможностей для экспериментов, что очень-очень важно. И хочу еще добавить к Яндексу, что эти эксперименты можно делать при минимальных бюджетах. А на автоматических каких-то стратегиях нужно использовать довольно большой приличный бюджет. Также еще раз повторюсь, что вам необходимо использовать все ваши стратегии, особенно ручные, вкупе с вашим дневным бюджетом, какой-то определенный, например, 300 рублей, и обязательно цену клика, которую вы можете выставить. При этом цена клика может быть такой высокой, что вы будете висеть в спецразмещении и просто показываться каждому десятому, каждому третьему и так далее. И еще очень важный момент – это временной таргетинг, который может двигать вот эту полоску с 300 рублями по шкале в 24 часа. То есть вы можете, например, до обеда крутиться, после обеда и тем самым очень грамотно распределять свой бюджет и показываться в спецразмещении тогда, когда именно это нужно. Итак, у нас есть три стратегии ручные управления ставками. Это наивысшая доступная позиция, показ в блоке по минимальной цене и показ под результатами поиска. Все стратегии вы можете найти в параметрах своих рекламных кампаний, если вы используете интерфейс Яндекса. И также вы их можете найти в своем директ-коммандере, также в вкладке «Параметры своей рекламной кампании». И здесь есть просто выпадающее меню, в котором вы выбираете свою стратегию показа. Хочу заметить, что параметры рекламной кампании настраиваются отдельно для каждой рекламной кампании. Итак, первые три стратегии ручного управления. Это наивысшая доступная позиция. Как вы видите, здесь даже написано, для каждой ключевой фразы вручную назначается максимальная цена клика. Одна из самых лучших стратегий, особенно для новичков, особенно в самом начале. И также здесь присутствует тот самый дневной бюджет или лимит, который вам необходимо выставить при режиме показа стандартной. Используйте всегда стандартный режим. Вторая стратегия находится в середине списка. Список всегда меняется, его поставят все время ротировать, поэтому ищите по названию всегда. Показ в блоке по минимальной цене. В спецразмещении и спецразмещении гарантии. Сейчас отдельно расскажу про каждую. И также есть показ под результатами поиска. Как вы видели, в каждой из стратегий есть тот самый лимит на день или дневной бюджет. Очень удобная вещь. И если эта галочка присутствует в вашей стратегии, то будьте уверены, у вас все будет хорошо. Итак, наивысшая доступная позиция. Объявление получает максимально возможный объем трафика по оптимальной цене. Я считаю, что наивысшую доступную позицию, собственно, обе выделенные красным здесь ручные стратегии, стоит использовать в ваших рекламных кампаниях, особенно наивысшую доступную позицию, особенно первые 2-3-4 недели после запуска. То есть, если вы сразу поставите, например, показ в блоке по минимальной цене, вы можете несколько поиграть, потому что... Давайте прочитаем, что делает показ в блоке по минимальной цене. Объявления размещаются на последних позициях выбранных рекламных блоков. Мы выбираем, хочу сразу заметить, спецразмещение и гарантии, исходя из логики, которую я как раз говорил до этого. Почему? Потому что нам необходимо либо поместиться на 2-3 спецразмещение в блоках спецразмещения, либо сразу уже идти на последнее место в гарантии, чтобы не мучиться и не тратить здесь лишние деньги, потому что здесь действительно первое место может быть дороже в разы, чем третье. При этом CTR объявление не так сильно может поменяться. И получает минимальный для себя трафик в этих блоках. Это нехорошо с точки зрения, если вам нужен действительно большой охват аудитории, особенно, возможно, на входе, особенно на тестовом бюджете и так далее. Но при этом тратится минимальное количество денег. Стратегия может быть удобной, если рекламодатель не может обработать большой поток клиентов. На самом деле, если вы хотите получить какой-то тестовый действительно поток клиентов, вы хотите посмотреть, во-первых, сможете ли вы обработать его, какое вообще максимальное количество клиентов вы можете получить. Причем не забывайте про лимиты и ставки, которые вы можете выставить. И самое главное, не забывайте, что вам нужно вообще потестировать этот вид трафика и получить хороший CTR на начальном этапе, чтобы сразу сбить ценник. Показ блоки по минимальной цене может это вам не дать. То есть, тот результат, который вы хотите, он может, к сожалению, не дать. Поэтому наивысшая доступная позиция, она лучше. Ну и показ под результатами поиска. Стратегия непонятная, на самом деле, уже на сегодняшний момент, если только вам нужно все время сидеть в гарантии, потому что она дает возможность сидеть именно в гарантии, либо на первом месте, либо сидеть жестко на входе в гарантии. Если говорить про автоматические стратегии, перед использованием автоматических стратегий, не забудьте установить метрику и настроить цели. Далее, обязательно проверить работоспособность этой метрики и цели у них. Обязательно. Также еще необходимо открутить 3-4 недели на ручных стратегиях рекламной кампании, потому что, ну сейчас я скажу почему, и еще, если вы будете использовать автоматические стратегии с конверсиями, они такие и есть, обязательно нужно использовать целевой звонок. Без него, к сожалению, полноценных данных не будет. Какие есть особенности в автоматических стратегиях? Первое. Для использования автоматических стратегий с использованием целей или конверсий необходимо статистика за месяц по целям из директа, плюс целевой звонок. Поточнее, если говорить, то не менее 40 конверсий за последние 28 дней. Что это значит? Это значит, если вы сразу включите на входе, то есть у вас нулевая рекламная кампания, вы включаете автоматическую стратегию, она вам, так как нет никаких данных, она будет сходить с ума. Она будет выкручивать ставки и прочее, то есть будет просто огромный расход при минимальных положительных результатах. В автоматических стратегиях по умолчанию строен лимит расхода в день. За день система не может потратить более 35% недельного бюджета, а ставка никогда не поднимется выше 15 долларов. 15 долларов умножаете на 30, получаете 450 рублей. Это ваша максимальная ставка. Или 1 десятый от недельной нормы. Ну, на самом деле, это не есть тоже хорошо, при условии, что вам нужно попасть в какое-нибудь спецразмещение, а ставка в спецразмещении, например, ну, не знаю, в пластиковых окнах может доходить до 500 рублей, 600 рублей, 1000 рублей, а там может быть очень сладкий клиент. Особенно, если у вас не пластиковые окна и не шерпотреб, а какая-то очень-очень такая маржинальная услуга и очень редкая. То есть, вы будете сидеть все время в гарантии и не понимать, почему, что происходит. Автоматом выбирается стоимость клика на каждую фразу, исходя из алгоритма стратегии. Если максимизация идет кликов, у нас, в принципе, идет два вида автоматических стратегий. Это автоматизация либо кликов, либо максимизация кликов и максимизация конверсий. Так вот, если идет максимизация кликов, то самые популярные будут с высокой ценой. Если максимизация конверсий, то максимальная ставка для фразы с конверсиями. Вот и все. То есть, выставляется автоматически ставка максимальная, либо, опять же, если есть лимит в 15уе, то есть если меньше 15уе, то будет выставляться такая ставка, которая позволяет быть максимально высокой позиции, при этом получать максимально либо клики, либо конверсии. Опять же, это исходя только из прогноза, который должен быть за 28 дней не менее 40 к конверсии. И если вы используете низкочастотные запросы, это очень важный момент, потому что действительно есть ребята, которые используют в своих рекламных кампаниях только низкочастотные запросы, автоматические стратегии с трудом будут подбирать цены на них, а точнее, практически вообще никогда не смогут подобрать правильную цену и будут, опять же, кидать вас то в огонь, то в воду, поэтому на низкочастотниках или одноцентовых рекламных кампаний надо использовать наивысшую доступную позицию, других вариантов нет. Либо можете, опять же, использовать показ блоки по минимальной цене, но, в общем, в любом случае ручная стратегия назначения ставок. Есть еще очень важный момент, который я специально зачитаю от Яндекса, поэтому дайте ей время, это имеется ввиду компании, на то, чтобы проявить себя в большинстве случаев, для этого требуется несколько недель, это взято и справки Яндекса. Это значит, что будет определенный вброс как очень дорогих, так и очень дешевых кликов и вообще непонятно то, что у вас будет происходить в течение нескольких недель, чтобы автоматическая стратегия наладилась, чтобы она нормально стала работать. На начальном этапе, как вы понимаете, когда у вас какой-то ограниченный бюджет, давать просто свободу такой системе явно не стоит. Конечно, да, там есть какие-то ограничения, но, тем не менее, на начальном этапе использовать автоматические стратегии я лично не рекомендую. Итак, специально разбил на две части автоматические стратегии. Первая, всегда начинается слово «средняя», вторая начинается всегда со слова «недельный». Стратегии средней, средней цены, либо клики, либо конверсии, установки приложения – это отдельная история, и средняя рентабельность инвестиций. Все это, как вы понимаете, дает просто что-то среднее. Стратегия цена клика. Стратегия позволяет получить максимум кликов по средней цене, которую вы готовы платить за посетителя. Все, в принципе, понятно. Единственное, что, опять же, все будет очень сильно зависеть от того, какие клики вы будете получать. Не забывайте, так как есть очень большое количество сейчас скликиваний различных роботов, подпорок и так далее. Использовать среднюю цену клик довольно напряженно, потому что вы будете получать большое количество кликов, опять же, постоянно будет поднимать выше робот Яндекса именно этот ключ, по которому уйдут переходы, и, как вы понимаете, может не получиться никакого результата. Дальше. Средняя цена конверсии. Здесь, естественно, в Яндекс.Метрике должна быть настроена цель, и обязательно должна быть настроена целевой звонок, чтобы получить правильные, грамотные знания по целевым визитам. Что значит целевой визит? Целевой визит – это значит, что человек, например, положил что-то в корзину, если у вас интернет-магазин, либо оставил заявку на вашем сайте, либо посетил thank you page, то есть страницу благодарности и так далее. В общем, стратегия работает так, чтобы получить максимум целевых визитов на сайт и приблизить среднюю за неделю цену одного такого визита к заданному вам значению. Здесь, слава богу, можно выставить ту цену конверсии, которую вы хотите. То есть, если вы вставляете какую-то слишком завидово маленькую, то все падает мгновенно. Если вы вставляете слишком большую, то вы получаете огромное количество трафика, опять же, которое не контролируется. Нужно понимать, что здесь хоть и вроде бы говорится о чем-то приятном, то есть, я могу точно выставить среднюю цену конверсии, но других каких-то определенных влияний на саму, на расходование бюджета и так далее, к сожалению, вы дать не можете. И средняя рентабельность инвестиций. Я специально пропустил установки приложения, потому что это крайне редкий случай. Рентабельность инвестиций. Стратегия позволяет получить максимальную конверсию по заданной в Яндекс.Метрике цели и приблизить среднюю за неделю рентабельность инвестиций по этой цели к заданным вами значениям. Это, на самом деле, взято из Google Analytics. Там тоже появилась около полутора лет назад похожая стратегия показов. Средняя рентабельность инвестиций. Сразу скажу, что как в Google она работает очень корявенько, так и в Яндексе работает она, к сожалению, не самым лучшим способом. Вообще, если сделать небольшой перерыв и отдохнуть, давайте посмотрим на настройки стратегии назначения ставок в Google Adwords. Тут все довольно интереснее. Во-первых, нет ручных стратегий назначения ставок, кроме одной. Тут есть назначение цены за клик вручную, который пользуются, в принципе, 95% рекламодателей. Это очень круто. Второе. Есть автоматические стратегии. Они прямо называются стратегии с автоматическим назначением ставок. И давайте посмотрим, какие есть. Целевое положение на странице поиска. То есть, мы жестко привязываемся к какому-то определенному месту. Опять же, к наименьшему зачастую. То есть, там мы можем либо верхняя позиция на первой странице результатов поиска, то есть, мы не можем жестко висеть на этой позиции, либо любая позиция на первой странице результатов поиска. Либо еще есть конструктор, который вы можете сами настроить. Также есть целевая цена за конверсию. Ну, собственно, средняя цена целевая. Это имеется в виду средняя цена за конверсию. Опять же, вы выставляете сами ту ставку, которую вы, ту ставку за одну конверсию, которую вы считаете нужной. Средняя рентабельность, все то же самое. Целевой процент выигрышей. Назначение ставок таким образом, чтобы ваши объявления занимали более высокие позиции, чем реклама конкурентов. Вот это, кстати, интересно. Стратегия, которой, к сожалению, нет в Яндексе. Максимальное количество кликов. К этой стратегии мы сейчас подойдем. Еще она есть, естественно, в Яндексе. Максимальное количество кликов. То же самое есть в Яндексе. И оптимизатор цены за конверсию. Что-то похожее с целевой цены за конверсию. Только здесь идет полная автоматизация стороны Гугла. Ну, собственно, после того, как мы посмотрели все стратегии от Гугла, которые чаще всего будут меняться, и я предполагаю, что они доделают конструктор, которого, кстати, нет в Яндексе, а мы переходим ко второй части автоматических стратегий. Это недельные стратегии. Недельный бюджет, недельный бюджет, недельный бюджет. Либо недельный пакет кликов. Чем они отличаются от всех остальных стратегий, кардинально? Тем, что во-первых, у них нет дневного бюджета. У них есть только недельный бюджет. То есть, вы выставляете бюджет на неделю. Собственно, все то же самое остается, как и для первой части. То есть максимальное количество кликов, максимальная конверсия, максимальное количество установок приложения и недельный пакет кликов. Давайте зачитаем. Заданный на неделю бюджет распределяется таким образом, чтобы на сайт или виртуальную визитку перешло как можно больше посетителей. Все то же самое только на неделю. При недельном бюджете, при минимальных настройках с вашей стороны. Недельный бюджет, максимальная конверсия. Стратегия обеспечивает максимальное количество кликов по ключевым фразам, которые чаще других приводят на сайт целевых пользователей, Не выходя за рамки заданного бюджета, недельного бюджета, хочу заметить. То есть за неделю, не забывайте, у некоторых тратится 1000 рублей, а у некоторых 1,5 миллиона рублей. То есть, естественно, не везде подходит такое расходование средств. И напомню, что также можно отмотать назад и посмотреть, сколько всего нужно для того, чтобы автоматические стратегии работали нормально. Также, недельный бюджет, максимальное количество установок приложения. Все то же самое с приложениями. Недельный пакет кликов. Стратегия позволяет каждую неделю по максимальной цене получать определенное количество переходов на сайт или виртуальную визитку. Это довольно старая стратегия в Яндекс.Директе, как и в принципе все ручные стратегии. Она примерно тогда же появилась. Стратегия, которая чаще всего использовалась какими-нибудь агентствами, чтобы просто расходовать хоть как-то бюджет на рекламную кампанию и чтобы рекламодатель вроде как получал заявки. То есть, обычно это использовалось, скажем так, на ебись эта стратегия, но сейчас ей пользуются очень мало. Раньше пользовались крайне мало и сейчас в принципе тоже. Также хочу заметить, что некоторые из этих стратегий новые. Некоторые из них появились не так давно и будут появляться еще новые стратегии обязательно. Если у вас уже есть рекламная кампания и вы вдруг хотите перейти на другую стратегию, ручную, автоматическую, в принципе не важно. Сразу после того, как вы будете переходить на другую стратегию, необходимо обновить ставки на ваших ключах. В любом случае, если вы их не обновляете, то у вас может произойти... Ну, вообще, у вас когда-нибудь стояла предыдущая стратегия, например, стояла наивысшедоступная позиция, а вы хотите поставить в блоке по минимальной цене. Ставки могут обновиться и вы об этом можете не знать, то есть поставятся какие-то другие. Второе. Выставить заново дневной бюджет. Это тоже очень важный момент, особенно если вы играете с недельными ставками и так далее. Обязательно как минимум проверьте, потому что это Яндекс.Директ, тут может произойти все, что угодно. И при включении автоматической стратегии, очень важно, если вам понадобится вручную управлять позициями отдельных ключевых фраз, эти ключи лучше сразу вынести в отдельную рекламную кампанию. Что это значит? Это значит, что если у вас есть какие-то очень горячие и интересные ключи, которыми вы хотите вообще сами вручную как-то с ними ковыряться, хотите как-то их вручную управлять ими, то их просто вытаскиваете из рекламной кампании, например, с помощью Директ Коммандера, создаете новую рекламную кампанию, в которой выставляете ручную стратегию назначения ставок. Давайте теперь поговорим о тех трех стратегиях, которые я бы вам рекомендовал. Первое. Это, конечно же, наивысшая доступная позиция. Почему ее я рекомендую ставить в самом начале? Во-первых, вы можете показываться на первом спецразмещении в самом верху и получать 85-100% охвата аудитории при надлежащей цене клика и надлежащем лимите. Это очень много. При этом, используя лимит на день и максимальную цену за клик, вы можете играться с этим охватом аудитории и показываться, например, на первом месте каждому десятому. При этом получать максимальную конверсию. Также из Яндекс.Справки. Стратегия позволяет объявлениям размещаться на всех позициях блока, помогая получить максимальную прибыль от рекламы. Хочу заметить, это именно пишет сам Яндекс, что рекомендует именно ее использовать, особенно для новичков. Не ведитесь на уловки тех людей, которые пишут, что для новичков лучше использовать автоматические стратегии. Это неправда. Очень важный момент. Сами назначайте максимальную цену за клик по каждой ключевой фразе. Это очень важно. Ну и каждое объявление будет показываться на наивысшей позиции, доступной по указанной рекламодательной цене в ключевой фразе. Вообще, если вы выставите какую-то хорошую цену за клик, правильно поставите лимит на день, то наивысшая доступная позиция вам практически даст то, что не даст никакая стратегия. Особенно это важно в рекламных кампаниях, где идет большая конкуренция. Да, там есть, конечно, скликивание и прочее. Но если вы почувствуете скликивание, например, на втором дне, вы можете просто посмотреть, когда идет скликивание и выключить, например, ночь. Ну, то есть, чаще всего скликивание работает именно тогда, когда не работают у тех же рекламодателей, которые заказывают скликивание, у них не работает реклама. Они ее отключают. И, например, ночью пытаются скликивать бюджет у тех, у кого он вдруг работает. Ну, также еще и некоторые рекламодатели нечестные пытаются настраивать так называемые фразы через восклицательный знак. Ну, и скликивать по некоторой схеме. Довольно изощренные, но, тем не менее, обычно Яндекс это ловит и банит довольно быстро. Поэтому рекомендую использовать ее, особенно на нулевом этапе, когда вы ничего не умеете, выставляете максимальную цену клика, лимит на день, поехали. Показ в блоке по минимальной цене. Стратегия хорошая, когда, опять же, нужно меньше охват аудитории и при этом нужно расходовать меньше средств, что логично. Пытается показать объявление на втором, третьем спецразмещении с минимальной ценой. Опять же, используйте как вход в спецразмещение и гарантию, потому что на первом месте в гарантии показываться особо смысла нет. А если денег не хватит на третье спецразмещение, туда вы именно и будете проваливаться, что не есть хорошо. Если не хватает денег на показ объявления, то, что выделено красным, самый лучший вариант. То есть, если ставка для входа во второе, третье спецразмещение недостаточно, но достаточно для входа в гарантии, объявление показывается на позиции с минимальной ценой в гарантированных показах. Это очень хорошо и очень важно. При этом, если вы будете использовать, как тоже многие говорят, только в спецразмещении, если ставки на второе, третье спецразмещение недостаточно для показов, объявление показывается в блоке, соответствующем назначенной ставке, на наивысшей доступной позиции. А это может быть и первое место в гарантированных показах, которое довольно-таки дорогое. И разница между первым местом в гарантированных показах и входом в гарантированных показах, хоть и три вроде бы позиции, но тем не менее, они очень рядом по конверсии, по CTR и так далее. Поэтому особо смысла на данный момент, на 2016 год, использовать просто в спецразмещении нет. В спецразмещении гарантии. Используем и не паримся. Третья очень важная стратегия, которую вы используете, это независимое управление для разных типов площадок. Она подходит только для RSE, где вы отключаете показы на поиске и оставляете наибольший охват для RSE. Выглядит это именно так. Вы выставляете независимое управление для разных типов площадок, отключаете показы на поиске и оставляете максимально доступный охват в сетях, в RSE. И при необходимости выставляете дневной бюджет, например, в 700 рублей и оставляете режим показа стандартный. Ну и подытожим. Какой же стратегией лучше всего пользоваться? Во-первых, на поиске. При первом запуске, а это первой, третьей недели, мы используем наивысшую доступную позицию и ничего другое. Если вам говорят, что кто-то может использовать систему автоматизации и так далее, пожалуйста, не вопрос, используйте у коллег, у ваших агентств эти системы. Но в любом случае они будут и должны использовать наивысшую доступную позицию как стратегию. Третья и десятая неделя. Там уже действительно можно потестировать показы в блоке по минимальной цене. Спецразмещение и гарантии. Ну, чаще всего, опять же, по моему опыту, спецразмещение и гарантии либо на 30% удешевляют рекламу, либо на 30% ее увеличивают стоимость. При этом количество конверсий на сайте обычно больше не становится. Что не есть хорошо, если у вас на 30% бюджет увеличивается. Особенно, если вы тратили 100 тысяч рублей в неделю, а теперь тратите 130 тысяч рублей в неделю. Если в другую сторону, это хорошо, я согласен. Но, в общем, нужно тестировать. И десятая плюс неделя. Там действительно можно пробовать использовать автоматические стратегии назначения ставок, но обязательно нужно установить целевой звонок от Яндекса. Без него конверсии считать довольно глупо, потому что есть ниши, в которых люди только звонят. Они не оставляют заявки, они только звонят. И если у вас нету этих данных, то автоматическую стратегию назначения ставок, особенно связанную с конверсиями, на которую, как раз, наверное, вы и нацелены, использовать бесполезно. И в РСЯ мы ставим сразу единственную стратегию – это независимое управление для разных типов площадок. И используем там только РСЯ. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если вам понравилось это видео, оно действительно вам было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Обязательно приходите на мои семинары, вебинары по контекстной рекламе. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал Константина Горбунова. Подписывайтесь на группу в соцсетях МКонтекст. Желаю вам самого удачного дня и отличного настроения. Пока-пока.